Март 14-е. В Крыму продолжается подготовка к проведению референдума. Зарегистрировано 69 международных наблюдателей и журналистов из России, Латвии, Бельгии, Израиля, Польши, Франции, Италии, Молдавии, Сербии, США, Венгрии, Германии, Австрии, Финляндии, Болгарии, Монголии, Испании, Греции, Португалии, Словении, Кипра и Китая. Война только запад этой информации рассказывает. Мы приезжаем здесь, мы хотели взять настоящие люди, что они думают, какое желание у них. Но это не как запад такой информации, сегодня налево, завтра направо. Но мы свои, правда, найдем. Моя главная проблема в том, что я не знаю языка, очень сложно общаться с местными жителями. Еще проблема в том, что я здесь практически один. Сложно устанавливать связи, вызывать такси. Хотя люди здесь очень дружелюбные и позитивные. Всполошившись, как воробей перед ливнем, новоназначенный премьер Украины Яценюк сердечно рад пойти на расширение полномочий Крыма в парламенте страны. Но глава республики Сергей Аксенов заявляет, что будет разговаривать исключительно с легитимными украинскими властями и только с позиции независимого от них образования. Конечно, и Сергей Валерьевич Аксенов, и Владимир Андреевич Константинов, это как бы наши главные два лидера, и остальные все, кто за ними пошел сразу. Чтобы идти на такие поступки, конечно, надо иметь недюжинную смелость. И эти люди очень сильно рисковали. И первые лица, и те, кто им помогал, потому что ситуация могла повернуться по-разному. Даже, грубо говоря, Россия Крым закрыла, чтобы у него трудно было проникнуть. Да, каким-то крупным, организованным там группам, неорганизованным, но поодиночке проехать можно было. И это могло быть и по приказу украинских спецслужб, да, произойти какая-нибудь провокация, покушение и так далее. Могло быть это частная инициатива каких-то психически неадекватных людей из правого сектора, там, или из Свободы, или еще как-то на УНСО, там, и так далее, да. Поэтому эти люди, конечно, рисковали. Определенный риск здесь был, мы все рисковали. И когда вот снайперы там, да, стреляли, и никто не мог дать гарантии, что этот выстрел не станет, да, началом только, да. Но службы сработали настолько профессионально, что все это быстро локализовали и прекратили. Жизнь идет своим чередом, и в крымских кинотеатрах возобновляют демонстрацию фильмов на русском языке. На протяжении многих лет в Крыму говорили о том, что неправильно, что фильмы идут в переводе на украинский язык. Мы всегда говорили, что подавляющее большинство украинчан, русские по национальности, русские по языку и по культуре. И прежде всего, конечно, надо ориентироваться на их потребности, на их желания. К сожалению, этого не было. Но у нас сейчас много очень разных, очень хороших перемен. И одна из таких перемен состоит в том, что вот с нынешнего дня и дальше в Крыму фильмы будут идти в переводе на русский язык. В российских городах проходят многотысячные митинги в поддержку соотечественников в Крыму и на Украине. 50 человек ГАГи собрались у здания Международного суда, чтобы выразить поддержку народу непокорного полуострова.